приветствую вас еще раз коллеги сегодня вебинар будет посвящен проекционной технике NEC инновационным перспективным технологиям и тем решениям которые компания NEC готова представить на рынке для своих партнеров как обычно немножечко наверное истории компания NEC в мире существует уже более 100 лет в 1899 году произошло ее основание по миру работает на 5 региональных представительств крупных да то есть пять по пяти регионам в каждом представительстве еще есть подразделение на различные представительства в отдельных странах и 232 еще дочерние компании партнерские которые также входят в состав группы компаний NEC Corporation те сегменты где NEC Corporation выступает это сегменты платформ облачных вычислений телекома корпоративных решений решений для общественных мест в общем-то везде где IT и в частности AV технологии востребованы что касается NEC Display Solutions Европы представителем которой я являюсь то в Европе у нас офис находится центральная в Германии в Москве находится представительство не так нас много но тем не менее мы всегда готовы помочь нашим партнерам в решении их задач и проблем кое слава богу не так много бывает вот портфель решений которые компания NEC представляет он совсем уж не маленькие мониторы проектора широкоформатный дисплей это лишь те немногие сегменты где мы представлены также есть программное обеспечение есть довольно широкий спектр аксессуаров вот так же проводим тренинги вебинары в общем то готовы опять же поддержать наших партнеров немножко ретроспектирую сторону инноваций и тех основных шагов компании NEC которые были сделаны в период течения существования компании значит в 1985 году была представлена технология Multisync которая обеспечила согласование видеосигналов между устройствами отображения это проектор это мониторы и компьютеры вот скажем так технология была инновационной и цифровые интерфейсы с тех же пор начались вот далее в 97 году компания NEC представила первый жидкокристаллический монитор с 2002 года на рынке появились первый жидкокристаллический дисплей то есть не телевизор а именно паблик дисплей то есть профессиональный продукт для профессионального применения а в 2004 году компания вывела на рынок самый ультра короткофокусный проектор в мире на тот момент была серия ю так называемая в 2006 году компания NEC впервые в мире вывела на рынок профессиональный монитор со светодиодной подсветкой с отдельными светодиодами красного синего и зеленого цвета RGB LED подсветка с 2010 года компания NEC включилась в общую гонку по энергосберегающим технологиям и первой в мире получила подтверждение энергоэффективности своего проектора вот с тех пор в общем то компания NEC продолжает выпускать проекционную технику соответствующую самую высоким мировым стандартам с точки зрения эргономики и энергоэффективности а с 2014 года компания NEC производит лазерные проекторы с поддержкой DCI это был кинотеатральный проектор впервые показан буквально пару лет назад с тех пор собственно говоря лазерные технологии входят и в нашу непосредственную жизнь я имею ввиду вывод на рынок компании NEC лазерных проектов инсталляционного сегмента то есть не только кинотеатральный но и более доступные проекторы есть лазерным источником света с 2015 года портфель решений компании NEC NEC пополнился 4k и UHD решениями это и паблик дисплеи и проекторы с 4k разрешением но об этом я сегодня попозже расскажу вот и продолжает компания NEC в общем-то свои инновации и разработку новых технологий которые естественно постепенно входят в нашу жизнь и мы внедряем свои продукты вот в будущем году много у нас новинок ожидается но обо всем постепенно вот преимущество компании NEC ну всем известно что техника NEC славится высоким качеством своей продукции потому что как правило несмотря на то что большинство сборочных предприятий находится на территории Китая то есть у нас получается как бы made in china да где-то написано на продуктах но могу вас уверить что комплектующие особенно такие комплектующие как конденсаторы и трансформаторы то есть вся ответственная часть электроники она исключительно японского производства и проектирования вот помимо высокого качества компания NEC всегда готова предложить решение для любых задач то есть это решение организации систем digital signage несмотря на кажущуюся наверное дороговизну продукции в долгосрочной перспективе всегда оказывается решение NEC они в общем-то в массе своей направлены как раз таки на сбережение инвестиций на уменьшение затрат со стороны заказчика вот мы работаем глобальными партнерами у нас есть и скажем глобальное соглашение наверное с практически всеми мировыми игроками и группа компании volkswagen является нашим стратегическим партнером и в общем то подобные этой компании присутствующие по всему миру также сотрудничаю с компанией NEC многие решения копируются из стран в страны и поэтому можно ожидать о том что если где-то вдруг за границей появилось решение сделанное на NEC вполне возможно что в ближайшем времени она же будет реализовано и в представительстве той или иной компании глобальной компании в россии ну как я уже сказал самый широкий портфель решений по визуализации по визуализации в компании NEC display solutions мониторинг широкоформатный дисплей настольные мониторы и проекторы то что является базовыми нашими продуктами да но до недавнего времени это были в основном коробочные решения да то есть мы поставляли отдельно мониторы отдельно проектор отдельно широкоформатный дисплей но сейчас все меняется мир движется дальше и мы готовы предложить более более комплексное решение решение по мониторингу и управлению контентом эта система hyper wall это программный продукт по управлению контентом на видео стенах есть довольно экзотическое программное обеспечение field analyst которая пока у нас в россии не реализована но мировой опыт показывает что это скажем так тенденция будущего это возможно одна из частей интернет of things то есть интернет вещей то технологии которые только-только сейчас набирает обороты популярность и конечно до нашей страны тоже пойдет также есть решение по управлению это бесплатная по навис этот администратор я знаю что многие партнеры интеграторы с удовольствием использовать программу поскольку действительно удобно с одной точки с одного компьютера управлять всей всем оборудованием нек и смотреть статус проверять настройки работа способность действительно довольно мощный инструмент именно в помощь интегратором можно сказать есть такое подразделение нашей деятельности как вуку нет тоже экзотическое слово это рекламный сервис который обеспечивает взаимодействие владельцев средств визуализации то есть дисплея скажем самым простым наверное применение да и этот сервис обеспечивает связь владельцев дисплеев с рекламными агентствами и с заказчиками которые желают размещать рекламу на широкой сетке вещания на удаленных каких-то дисплеях не будучи каких-то прямых там контрактных отношениях то есть все регистрируются на этой площадке в уку нет и рекламщики и владельцы средств отображения и скажем так имеют возможность транслировать рекламу заказчики рекламы могут имеет возможность транслировать рекламу по всему миру при этом они получают и отчетность о том что где когда как транслировалось и соответственно тоже дополнительный плюс поскольку можно использовать экран просто показывать какой-то непонятный ролик да там видеоролики а можно зарабатывать на этом включаясь к этой системе получая за каждый конкретный папа пока соответственно вот ну также у нас есть крепления различные варианты крепления для техники на к для проекторов для дисплеев для видео стен все что угодно можно найти вот довольно широко представлены интерактивные решения причем интерактивное решение не только лишь для жидкокристаллических дисплеев да но также интерактивное решение для проекционной техники у нас есть портфель решений вот есть возможность передачи изображения по беспроводной связи опять же чуть подробнее об этом расскажу скоро вот и также у нас есть пересные программы наверное больше актуальна не все-таки для европы но тем не менее я должен сказать есть сервисная программа сервис плюс у нас есть сайт на катера дисплей с тире solutions точка ру на котором а есть возможность зарегистрироваться для партнеров специальном разделе solution плюс и получать более дополнительную информацию в том числе и по дополнительным услугам по сервису также есть в компании нек так называемая тренинг академия которая проводится в германии к сожалению она проводится на иностранных языках на английском и на немецком но всегда есть возможность приехать непосредственно в центральной европейский офис компании нек пройти тренинг пройти получить сертификаты о том что вы прошли тренинг и в общем то более глубоко познакомиться с техникой компании нек поскольку там скажем рассказывается не просто какие-то маркетинговые непонятные вещи да для многих а более детально более глубоко рассказывается о технике о тех технологиях которые применяет компания нек в тех или иных решениях на самом деле всем рекомендую все-таки съездить к нам центральный офис и как минимум хотя бы просто чтобы расширить свои знания о компании нек вот к чему все это долго рассказывал такой вступительный слабо то все чаще и чаще заказчики на самом деле так и происходит хотят иметь решение от одного вендора и когда партнеры стараясь предложить самое оптимальное решение заказчику начинает подбирать оборудование оказывается что часть оборудования идет от одного вендора часть оборудования в проект нужно закладывать вендора по возможно нужно использовать третьего производителя вот в компании нек я больше чем уверен что можно подобрать оптимальное решение от одного вендора от компании на то есть это и решение по софту и решение по средствам визуализации по креплениям по управлению и по всему на техник я хотел бы узнать в общем то что вы как представители индустрии интеграторы партнеры считать основными трендами в проекционной технике на данный момент есть несколько направлений 3d 4к интерактивные решения лазерные технологии возможно вы считаете более перспективным либо какие-то решения по сшивке изображения на ваш взгляд сбегая вперед расскажу что в общем то этот опрос больше интересен нам как компания нек самом деле я расскажу о каждым из составляющих ответов на ее 3d 4k ну да лазерные проекторы максимальное число голосов интерактивные решения действительно тоже интересно и тем более что наверное на базе проекционной техники не так много этих решений присутствует на рынке на решение пошивки и 4к наверно тоже до 9 2 3 место конце то есть 3d считаете что уже не актуально не интересно и и уходит с рынка исходя из результатов наверно можно было бы сразу часть презентации касательно 3d и концепции bring your own device вот но не буду я этого делать все-таки считаю необходимым тогда я просто не настолько детально и поверхностно свечу те решения которые есть у нас по 3d проекции вот она bring your own device технология и вообще концепция остановлюсь в конце поподробнее поскольку у нас есть прям буквально вот новое новое решение для работы с мобильными устройствами и не только вот по всем остальным технологиям я пройдусь наверное более детально вот портфель лишь линейка проекторов компания нэк весьма огромна много-много серии много-много моделей если скажем так в первом приближении разделять их то серии вы или это самые простые самые дешевые проекторы серия м ю ю м и п это средний ценовой сегмент и скажем так универсальные проекторы с точки зрения технологий проектор серии папы xph в прошлом вебинаре по моему я как раз о них подробнее рассказывал это инсталляционный сегмент проекторов они выделены здесь в отдельный кластер просто напомню что эти проекторы находятся на эксклюзиве у компании cdc капитал соответственно если вдруг есть острая необходимость приобрести проекторы сразу напрямую обращайтесь компанией си капитал ребята вам с удовольствием помогут а и проекторы серии nc это особая серия цифровых кинотеатральных проекторов это отдельный сегмент о нем я в общем-то рассказывать не буду тоже данная техника находится на эксклюзиве компании аэс к если есть опять же запросы необходимость либо интерес ну пишите мне напрямую я расскажу что называется отдельно что к чему и как вот и на самом деле другой сегмент другой рынок и другой мир кинотеатральных проектов вот но начнем потихоньку назначат технологии 3d 3d решения в понимании компании neck можно разделить на два класса это пассивное решение и активное решение соответственно пассивным решение а для просмотра 3d используются пассивные очки активное 3d с активными очками либо затворами либо по другим технологиям что касается проекционной техники ну довольно удобная схема здесь нарисована случае пассивного 3d есть опять же выбор построения решения с помощью двух проекторов либо с помощью одного проектора но тогда к этим проектором дополнительно нужно использовать дополнительные средства для двух проекторов это инфитек системы фильтров цветовых и для одного проектора можно использовать систему волфония к примеру вот и надо помнить что к системе волфония все-таки нужно подбирать специализированный экран серебристый ко всем остальным решениям требований особых по экрану не предъявляется то есть стандартный экран вполне подойдет если мы говорим об активном 3d то это всегда используется один проектор и есть скажем так две технологии это дель пилинк для проекторов на чипом дель пи проектор который строится на 1 чип выдели пи технология и любой другой проектор который может работать с системой экспант вот а интегрированные 3d функции в проекторах нек с технологией дель пилинк вот справа указаны все серии модели проекторов которые поддерживают эту технологию вот особенность этой технологии в том что это самое наверное простая доступная и понятная технология все это сши то уже в базовый проектор не нужно никаких специфических экранов специальных фильтров эмиттеров все настройки делаются в проекторе непосредственно поддерживается основа все самые наверное основные форматы сигналов hdmi вга и прочее очень просто переключать между режимами 2d 3d с пульта проблем никаких нет самое доступное вот единственное что наверное основная проблема это очки скажем в каких-то массовых мероприятиях общественных местах все-таки каждому раздавать активные 3d очки но это роскошь возможно и для используем кинотеатрах наверное самое лучшее решение но для учебных процессов учебных классов для того чтобы показать все-таки где относительно солнца находится планета земля в пространстве да и чтобы люди действительно ощутили размеры соотношения до между планетами это как самый простой пример наверное технология 3d dp link самая доступна и понятно для образовательных учреждений лучшей альтернативы пожалуй что и нет есть другая технология функции переключения в 3d режим также уже интегрированы в некоторой серии проекторов нек эта технология с 3d эмиттером это тоже а скажем так активное 3d то есть необходимо использование специальных 3d очков с активным затвором а и в проекторах есть специальный разъем для подключения 3d эмитра у нас проектора совместимы с системой экспант 3d соответственно и комплекты очков и эмиттеров по умолчанию уже можно использовать с проекторами на преимущество технологии как бы не преимущество даже особенности технологии также в том что не нужно никаких специальных экранов простая установка мы получаем фактически 3d с помощью одного проектора скажем так экономим все переключение происходит по сигналам с эмиттеров я между переключение затворов очков происходит сигналами с эмиттеров и по рабу работает в общем то с любыми форматами любых сигналов можно использовать с сигналами даже разных разрешений есть внешние 3d решения это решение для использования одного проектора это пассивное 3d с использованием скажем так фильтров на системы в альфоне smart crystal pro тут уже можно использовать скажем доступные наверное очки для просмотра 3d и используется специальный такой вот устройство сделанной с фирменной технологии все for switching от вал фоне вот тут одна особенность необходимо обязательно серебристый экран потому что иначе что называется чудо не произойдет 3d будет таким сомнительным и еще одна технология которая также поддерживается нашими проекторами эта технология от компании инфитек систем это пассивная 3d с пассивными очками но для установки нужно два проектора то есть это несколько удорожает инсталляцию вот более подробно о том каким образом на проекторах neck можно делать 3d систему да с использованием фильтров инфитек по ссылке на сайте соответственно компании инфитек все подробно там расписано как что каким образом работает вот это все что касается 3d технологии которые в результате опроса наверное заняла последнее место в плане основных трендов но на самом деле да это сейчас не нечто такое новое уникальное решение они уже на рынке состоя состоялись как бы основные игроки известны вот что-то такое выдумать производителем техники наверное не так просто вот самая популярная в результате нашего опроса это лазерные технологии в проекционной техники и о них я собственно говоря и расскажу откуда вообще появился тренд к лазерным источником света в проекционной технике это основные требования нужно большое изображение с высокой яркостью с хорошей цветопередачи и контрастом вот то что раньше было на рынке на лампах высокого давления обладала некоторыми скажем так ограничениями прежде всего ресурс лампы для институционных проекторов пожалуй максимальное время работы 5-6 тысяч часов 7 тысяч часов в режиме энергосбережения соответственно с пониженной яркостью что обозначает вот их необходимо периодически менять вместе с лампами как правило нужно менять фильтры это дополнительные расходы если вдруг по каким-то причинам лампа сняты из производства то собственно говоря все получаем черный экран и проектор можно выбрасывать потому что многие производители делают таким образом что выпускают продукт проектор какое-то время спустя момента снятия с производства этого проектора еще поддерживается производство ламп но спустя какое-то время и производство ламп прекращается соответственно в этом случае люди попадают на то что нужно покупать новый проектор тепловыделение также ну не то чтобы проблема но такая неприятная особенность ламповых проекторов необходимо отводить тепло если лампы мощные то они нагреваются очень сильно это не есть хорошо для электроники в целом потому что тепло в общем-то для именно высокое тепло выделения это враг те электроники с этим всегда борется с придумывать всякие системы охлаждения отвод тепла вентиляции и прочее прочее но ограничение по яркости нет возможности каким-то скажем так простым решением увеличить яркость используя всего лишь обычные лампы высокого давления ну и экологические требования которых ему миру увеличиваются из года в год соответственно производства которые не используют ртуть в процессе работы видимо получают от локальных правительств от общественных организаций какие-то бонусы либо освобождение от каких-то налогов соответственно это также подстегивает производители к разработке новых экологичных источников света вот до недавнего времени это были простые светодиоды теперь дело дошло до лазеров вот преимущество лазерной технологии самое главное наверное это то что ресурс составляет 20000 часов это очень много длительное снижение яркости со временем она происходит линейным образом равномерно и предсказуемо ну то есть ничего такого внезапного произойти не может то есть яркость снижается именно в результате естественной работы постепенно и длительное время такие проекторы с лазерным источником света не нужно обслуживать никаких фильтров менять там ничего нет не нужно низко энергопотребление но это понятно и довольно широкий цветовой охват у лазерных проекторов в результате как раз таки использования лазера как источника света мгновенное включение выключение проекторы в проекторах нэк скажем так время включения выключения занимает считанные секунды уж выключение тем более поскольку не нужно ничего охлаждать в отличие от ламповых кстати проекторов ламповые проекторы требуют скажем так аккуратного обращения и сразу выключить проектор отключить питание приведет это если не к взрыву то по крайней мере к резкому снижению ресурса лампы в случае с лазерными проекторами здесь не такого не произойдет и наверное основной плюс лазерных источников света то что можно плавно определенных пределах регулировать яркость то есть в отличие от ламповых проекторов где уровне яркости они фиксированы скажем там несколько экорежимов стандартный режим режим высокой яркости там и два промежуточных экорежима там 50 70 процентов скажем так условно с лазерным источником света вы имеете возможность довольно гибко настраивать яркость каждого проектора вот отлично пошли вопросы вот стоимость замены лазерного источника в проекторах известна известно сейчас на данный момент я не готов сказать поскольку это зависит все от конкретного конкретной модели проектора ну скажем так пришлите мне на почту запрос под какую модель вас интересует да если вы там планируете заложить это в проект там бюджетировать спрогнозировать я вам отвечу меняются лазерные блоки да они меняются по сечению 20 тысяч часов стоимость скажу не велика и собственно говоря не сильно сравнимо со стоимостью самого проектора о чем наверное многие опасались раньше вот вернемся тогда презентации но и без ртути то есть не на производстве и в самих лазерных блоках никак их ртути нет то есть ничего такого причиняющего вред экологии не происходит оптическая система лазерные технологии используем в компании нек это гибридно гибридная лазерно-фосфорная технология мы используем самый энергоэффективный источник света синий лазер пучок света с которого попадает сначала на фосфорное колесо которое позволяет нам получить помимо синего цвета дополнительный желтый свет далее эти пучки света попадают на цветовое колесо которое собственно говоря позволяет получить еще два дополнительных цвета красный и зеленый в итоге на выходе у нас получается картинка формируема не из трех базовых цветов а из трех базовых и одного полученного желтого то есть из четырех собственно говоря за счет чего мы получаем более широкий цветовой охват поскольку у нас желтый цвет это не результат как бы смешение основных базовых а мы получаем тот самый истинный желтый цвет который был в общем-то всегда критичен для тельпи технологии ламповых то о чем я сейчас сказал можно увидеть на картинке это скажем так базовая схема как у нас это работает работает в компания те световые тракты которые идут в общем-то говоря внутри проектора и скрыты от глаз обычного пользователя преимущество технологии лазерного источника света сравнению с другими известными технологиями помимо ламп есть еще и led технология и rgb лазерная технология где каждый сегмент цвета получена от своего лазерного источника технология явно дорогая самая наверное совершенные современные на текущий момент вот но в массовом сегменте пока вряд ли будет пользоваться популярностью взвешивая все за и против наверное гибридная лазерно-фосфорной технологии это тот оптимум который позволит использовать современные лазерные проекторы в в инсталляциях в технике вот почему мы утверждаем компания нек утверждает о том что эксплуатации лазерных проекторов не требует никакого обслуживания во-первых лазерные диоды они никоим образом не могут быть повреждены вот мы используем специальное фосфорное колесо которое увеличивает надежность все технологии в целом дель пи технология пожалуй самая оптимальная для проекторов с лазерными источниками света и все это дело весь световой тракт он защищен от пыли в специальном кожухе лазерные диоды это как правило естественно не один какой-то конкретный лазер это такие лазерные кассеты которые в проекторах их используется несколько за счет чего мы получаем высокую надежность лазерного источника света в целом потому что выход из строя нескольких кассет с лазерными диодами крайне мало фактически можно говорить о том что технология супер надежная и никогда не выйдет из строя а фосфорное колесо а мы используем неорганическое фосфорное покрытие технология нанесения этого фосфорного покрытия разработана в германии как известно в общем-то немецкие технологии отличаются особо высокой качественностью технология дель пи а в общем то с точки зрения защищенности от пыли технологии дель пи наиболее скажем так оправдана в применении при установке в проекторов в общественных местах проводили скажем так эксперимент замеряли среднюю плотность пыли в помещениях по-моему эти были учебные классы в германии да в результате выяснилось что средняя плотность по замерам это 0 115 миллиграмм на кубический метр пыли вот по спецификациям для технологии lcd и dlp допустимые значения вот они выделены более жирным цветом для lcd это 003 миллиграмма допустим она для технологии вот для дель пито 0 15 грамм соответственно учитывая среднюю плотность пыли в помещении учебного класса технологии дель пи с этой точки зрения всегда более приоритетно использовать вот то что касается попадания пыли в проектор в целом компания нэк используют специальные закрывающие такие кожухи для светодиодных трактов и для оптических систем своих проекторов которые в общем-то позволяют избежать попадания пыли непосредственно в элементы оптической системы от лазера до объектива вот для профессиональных инсталляционных проекторов нэк с высокой яркостью 12000 ансилюмен вот примерно так выглядит этот самый полностью закрытый защищенный кожух оптической системы то есть как видите даже если есть необходимость охлаждения всей этой системы можно поставить установлены вентиляторы с радиатором позволяющим отвести излишнее тепло но при этом никакая пыль никакая грязь внутрь оптической системы не соответственно установили проект и используем очень длительное время единственное что не забываем протирать пыль с объектива еще несколько слайдов о защите от пыли есть в проекторах конкретно в проекторе px803 это лазерный проектор с яркостью 8000 ансилюмен в проекторе есть отдельная система охлаждения жидкостная которая позволяет использовать проектор более длительное время совершенно снижая вероятность выхода из строя в результате перегрева который может быть все таки возникнуть вот все что касается лазерной технологии но в предыдущих опять же вебинарах я несколько подробно рассказывал если все еще остались вопросы по лазерной технологии в проекторах нет пожалуйста давайте в чате модератор всегда их перешлют на какие-то вопросы постараюсь сегодня ответить если появятся на какие-то отвечу соответственно уже впоследствии когда модераторы мне пришлют список тех самых вопросов вот в итоге хочется сказать что закладывая в будущие проекты проекционную технику наверное действительно сейчас стоит выбирать делать выбор в пользу проекторов с лазерными сночниками света как наиболее перспективной технологии в проекционной технике в целом то есть помимо каких-то еще дополнительных трендов да все таки лазер это вот сейчас основное право поэтому да всегда смотрите если нужен проектор высокой яркости надежные вы точно знаете что его где-то установят и доступ к нему будет затруднено обслуживать его будет проблематично выбирайте все таки лазерный проектор правильным и оправданным с точки зрения дальнейшей эксплуатации выбором то самое о чем я говорил в начале чем отличается нек от конкурентов то что при казалось бы может быть изначальной высокой стоимости нашей техники долгосрочном использовании техника нек позволяет снизить расходы на обслуживание и эксплуатацию в целом это немаловажно для тех заказчиков которые в общем то всегда думают на перспективу еще один тренд который присутствует на рынке это 4к помимо 4к разрешения в широкоформатных дисплеях в проекционной технике также этот стандарт нашел свое применение это касается в основном тяжелых инсталляционных проекторов что такое 4к и потому что иногда встречаются и 4к обозначения и что такое 4к и на самом деле казалось бы это одно и то же но есть небольшой нюанс все таки обозначение принятое больше в в широкоформатных дисплеях это разрешение равное 4м full hd если визуализирую все это дело то это суммарное разрешение 2.07 мегапикселя это вот если мы говорим о 4к это несколько большее разрешение чем 4 full hd разрешения и 4к более применимо все таки в проекционной технике вот и суммарное разрешение мы получаем больше 8.85 мегапикселей и по пикселям ширину нет 3.840 да как в случае hd а несколько больше 4.096 но вот к сожалению мир проекционной техники и мир форматных дисплеев немножечко идут не совсем одним путем и по-разному трактует 4к разрешение ну тем не менее кто в этом разбирается я думаю проблем особых не испытывает соответственно сведением нового стандарта южди изображение 4к изображение появилась новый стандарт по цветовому пространству для таких разрешений если для full hd разрешение это было максимальной скажем так эталоном цветового пространства достаточного для отображения на full hd разрешение то на 4к разрешение появился новый стандарт который называется рек 2020 который призван он предъявляет требования 4к техники несколько выше чем обычный этого про джи би соответственно цветовое пространство оттенки зеленого синего красного они должны быть довольно более широкими чем ранее мы имели стандарт рек 2020 он только планируется к введению в отрасль что называется да на данный момент цветовое пространство для проекционной техники 4к регулируется стандартом рек 709 вот к восемнадцатому году все таки планируется первичное введение стандарта рек 2020 и к двадцатому году мы уже получим в общем то полноценный стандарт рек 2020 с поддержкой 4к разрешения на частотах 100-120 герц что собственно говоря позволит нам получить и больше пикселей больше информации и лучше цветопередачи и общая визуализация 4к контента будет на гораздо более высоком уровне чем мы имеем сейчас сейчас это 60 герц наверное предел мечтаний многих заказчиков и производителей не все кстати производители и проекционной техники и шакроформатных дисплеев способны обеспечить воспроизведение контента 4к на 60 герцах как правило это 30 герц и все вот ну это не такая компания у нас есть шакроформатные дисплеи с 4к с поддержкой именно контента на частоте 60 герц и как я уже сказал двадцатому году мы выйдем на поддержку 4к формата на частоте 120 герц это непременно что касается проекционной техники в модельном ряду компании нек есть 4к проектор 12000 ансилюмен это истинное 4к разрешение несмотря на кажущиеся малые размеры действительно это очень большой проектор пришедших на самом деле в инсталляционный сегмент из кинотеатрального то есть и функционал и начинка и электроника это в общем-то все очень высокого уровня используемое в кинотеатральных цифровых проектор что мы сделали мы просто поменяли фактически лазерный блок убрали поддержку стандарта DCI за которую в общем-то требуется платить лицензию вот мы от этого отказались и позволили нашим заказчикам иметь в общем-то качественный кинотеатральный проектор по вменяемой цене для обычного использования для управления проектором используется специальное по также можно в принципе им как обычным инсталляционным проектором управлять с пульта вот ну и все в общем-то основные преимущества лазерных технологий и 4к разрешения в этом проекторе в общем-то присутствует как я сказал вот поддержка 4к на частоте 60 герц также в этом проекторе есть пишут что 60 герц более чем достаточно ну казалось бы да наверное это так и есть все дело вопрос в контенте видимо есть где-то задача 4к в 3d возможно для этого 120 герц ведется разработка ну увидим двадцатому году еще надо подождать немножечко когда появятся продукты спецификации наверное отрасли применения где будет востребована именно 4к 120 герц по крайней мере технология 4к на данном этапе позволяет это реализовать в будущем естественно то есть раз в этом направлении ведутся проекты опять же стандарт рек 2020 он возник не на пустом месте а видимо это требование каких-то может быть определенных отраслей которых мы не знаем правильно пишут в маркетинге нет понятия достаточно действительно маркетинг такая вещь все гонятся за цифрами у кого больше видимо частота поддержки герц тут считается как бы номинально лучше хотя на самом деле согласен наверно с практической точки зрения не все огромные цифры спецификациях они оправданы а тем более они под собой что-то подразумевают с точки зрения качества продукта и отображения контента если мы говорим о проекционной технике так возвращаемся интерактивное решение это наверное второй был по популярности насколько я помню ответ в нашем интерактивном опросе вот проекционная техника нэк также подразумевает интерактивные решения естественно эти интерактивные решения больше востребованы для образовательного сегмента и используются в сочетании с ультракороткофокусными проекторами интерактивное решение от компании нэк кстати можно масштабировать то есть сделать шивку из нескольких проекторов интерактивное решение компании нэка не требует никаких особых знаний умений практически все настройка и взаимодействие происходит на автоматическом уровне автоматическая калибровка не требуется никаких специальных поверхностей досок интерактивных либо что-то еще то есть мы используем просто интерактива обеспечивает непосредственно сам проектор в комбинации со специальными устройствами они скажем какая-то интерактивная доска или специальная интерактивная поверхность очень высокая производительность если мы говорим о об использовании интерактива с использованием стилусов то это 255 стилусов может быть технологически поддержана одним интерактивом вот высокая скорость и точность решений также она свойственна для решения интерактивных от компании вот здесь на картинке показана сшивка из трех проекторов шивка произведена с использованием стороннего по скелабл скелабл разработал специальная версию программного обеспечения для шивки именно не ковских проекторов ультра короткофокус на соответственно этапа платная его можно заказать у нас вместе с непосредственно ультра короткофокусными проекторами вот и сделать в общем то необычную на самом деле наверное уникальный проект пошивки двух или трех кратков ультра короткофокусных интерактивных проекторов вот где эти решения в общем то востребованы как искал в системе образования для того чтобы иметь возможность показывать контент для преподавателя в более интересном виде этот контент прям непосредственно на лету комментировать и иметь возможность в сочетании с решением дисплей ноут еще и обмениваться контентом с мобильными устройствами учеников или присутствующих на мероприятие людей вот как я сказал у нас есть две технологии интерактивных решений это интерактив с использованием стилусов для этого решения проектор оснащен специальным модулем камеры который устанавливается вот здесь в красном кружочке обведен на ультра короткофокусный проектор этот модуль можно заказать как отдельно так и непосредственно вместе с проектором есть отдельные уже собранные комплекты проекторов не с этим модулем то есть все нужно можно и так и так если вы где-то установили проектор и потом возникла необходимость оснастить его интерактивным модулем это можно сделать без проблем установили модуль настроили проектор таким образом чтобы он показал в область необходимого экрана запустили автокалибровку и все в комплекте с модулем идут два стилуса соответственно два человека как минимум могут одновременно работать с этим проектором с этом интерактивом есть также решение так называемый touch решения когда используется для взаимодействия с проектором не стилус а просто ли с жесты пальцы человека то есть для этого в дополнение к модулю камеры проектор ставится такой вот небольшой модуль непосредственно до областью проецирования над экраном которые в общем то обеспечивают взаимодействие интерактивной поверхности с проектом этот модуль в простом приближении генерит некую лазерную сетку которая в общем то позволяет определить место касания пальцем экрана вот 255 точек касания в общем то технология поддерживает нет touch модуль располагается непосредственно надо областью проецирования но это не значит что он должен быть прям вот непосредственно над экраном соответственно это все как гибко настраивается тут нет никаких требований все это можно что называется опытным путем при инсталляции установить на самом деле угол раскрытия вот это лазерной сетки от модуля он довольно широк если мы делаем шивку из двух проекторов такой интерактивный модуль достаточно использовать один потому что его хватит на две области засветки она суммарно поэтому можно его повесить выше над экраном можно повесить непосредственно прям сразу над экраном лучше конечно выше чтобы угол раскрытия все-таки обеспечивал полный охват проецируемого проецируемой области скорость реакции какая но такого параметра у нас нигде спецификациях не отмечено но в общем-то достаточно ничто не тупит в интернете есть ролик с последнего integrated system europe где показана технология в действии там девушка манипулирует контентом и в общем то каких-то таких вот очевидных задержках в отклики в реакции ну не замечен нажали отпустили все как бы там включается запускается сколько это занимает секунд миллисекунд я не скажу поскольку просто такой параметр нигде спецификациях не отображается вот модели интерактивных проекторов которые могут быть оснащены тем или иным интерактивным модулем на данный момент это несколько поколений это и проекторы серии ю первого поколения и проектор юм 1 и второго поколения если что помнить что юм 2 поколения помимо самих проекторов интерактивных модулей еще обладают встроенными функциями белой доски и встроенную возможности по беспроводной передачи изображения с мобильных устройств сетевых устройств непосредственно на проектор но опять же я немножко по передаче без проводов расскажу в конце вот то что касается 2 по популярности interact 2 по популярности технологии технологического тренда в проекционной техники это вот интерактив соответственно на самом деле как вы поняли наверное можно интерактивное решение использовать в комбинации с не только с ультра-краткофокусными но и с любыми проекторами в том числе поскольку задача ложится решительно на модуле которые устанавливаются для серии м и и эти модули непосредственно можно знать красиво на корпус это не будет выглядеть вычурно вот а на самом деле если есть задача оснастить какую-то поверхность интерактивной функции модуль эти можно отдельно купить проблем нет дальше расскажу о такой технологии как в простом наверное выражение ташевка edge blending и проинтегрированные средства коррекции изображения в проекционной технике neck в целом поскольку это очередной тренд заявленный вами это шивка интегрированные средства коррекции изображения присутствуют в практически во всех проекторах пони нэк разница лишь в том что где-то это коррекция ограничивается лишь банальной коррекции трапеции вертикально горизонтальных а где-то в проекторах как правило из лиционной серии помимо обычных трапеции можно еще и производить коррекцию изображение при проецировании на какие-то изогнутые формы и либо какие-то скажем так нестандартной поверхности где нужно определенным образом скорректировать изображение ну не скажу что в полной степени что это маппинг но тем не менее как бы возможность коррекции ну скажем так на нестандартные а поверхности вот что касается трапеции как правило указывается в спецификациях на проекторы там вертикальная коррекция трапеции там плюс 20 минус там 30 градусов все-таки чтобы понимать что такое плюс что минус касательно каждого конкретного применения каждой конкретной установки инсталляция сама вертикальная проекция это когда мы повесили проектор и у нас получилось что нижний край шире верхнего да это в минус соответственно и как правило при потолочной установке проекторов минусовая вертикальная проекция все-таки наверное более приоритетный параметр на который надо особо обращать внимание если она автоматически соответственно автоматически это коррекция исправится если ручная то можно вручную с пульта исправить положительная вертикальная коллекция это то же самое но когда вас при проецировании также с потолочной ориентации проектора у вас получается что светит проектор скажем так куда наверх и у вас верхняя грань изображения на ширине соответственно в этом случае важен параметр положительной вертикальной трапеции то же самое касательно горизонтальной трапеции это когда правый край шире левого вот и то же самое положительно горизонтальной трапеции когда левый край шире правого все это важно учитывать когда вы только-только лишь разрабатываете проект примерно предполагаете каким образом у вас будут установлены проекторы и какую картинку вы должны получить скажем так при установке проектора под углом к экрану какую трапецию вам потом в итоге придется менять но если говорить о более продвинутых проекторах то как я сказал простой горизонтальной вертикальной трапеции функционал институционных проекторов не ограничивается есть возможность задать его вручную встроенную коррекцию геометрии изображения в целом это либо коррекция геометрии на какие-то стандартные там цилиндрические формы вогнутые выйдут выгнутые либо при проецировании на угол вот либо есть такая вещь как 3d реформа которая также вшита в проектор и где можно не только лишь скажем так по углам и по трапециям выводить изображение но непосредственно по точкам то есть как здесь на картинке то есть есть получается 8 точек углы и центра изображения каждый из которых можно в определенных пределах смещать тем самым корректируя изображение для того чтобы визуально получать более ровную более гладкую картинку вот есть также на самом деле софтовое решение гео correction tool где вот эта самая сетка не ограничивается лишь восьми точками периметрами а имеет более широкие возможности и все изображение она делится на гораздо большее количество точек узлов которые можно также включив мышку к проектору смещать с тем самым более четко и более точно корректировать изображение относительно той вот нейронной поверхности на которую происходит проецирование касательно встроенных функций помимо коррекции изображения в проекторах институционных серий ппп есть также функция картинка в картинке когда можно с двух независимых источников на один проектор вывести сразу два изображения при этом естественно понятно что одно изображение будет на весь экран да и второе изображение будет встроена изображение встроенное можно перемещать располагать его в любом месте относительно экрана также есть возможность расположения двух изображений с разных источников в равной пропорции на экране соответственно это будет просто два изображения рядом picture by picture масштабированные автоматически таким образом экран поделен на две части и выведено два изображения помимо таких простых задач как вывод изображения с нескольких источников и коррекция области проецирования исходя из геометрических поверхностей на которые происходит проецирование есть такая функция как multiscreen tool также вшитые в проектор инсталляционных серий которые позволяют обеспечивать шивку проекторов то есть можно несколько проекторов расположить рядышком запустить программное обеспечение multiscreen tool который скачивается бесплатно с сайта компании neck либо если нет возможности запустить приложение скачать его для работы с приложением нужна веб-камера который тоже может быть не оказаться под рукой и в новых проекторах серии папа xph функции сшивки edge blending так называемый уже интегрирована в сам проектор можно без всяких программных решений выставить специальные маячки то есть включить функцию edge blending показать границы проецирования и границы перекрытия изображений это будут специальные такие две цветные линии видные на экране геометрические спозиционировать проекторы друг относительно друга таким образом чтобы линии перекрытия они наложились друг на друга путем несложных манипуляций сделать шивку из нескольких проекторов и так-то сложное довольно быстро в скором времени будет мероприятие на базе компании city capital где в общем то я планировал показать вот тут функцию мультискрин и edge blending вшитые в действии как раз таки возьмем там несколько проекторов и покажем каким образом все это сделать соответственно кто еще не успел пока записаться или прийти на мероприятие наверное стоит связаться с партнерами city capital пообщаться с людьми и прийти к нам на мероприятие я думаю это будет хорошая возможность для вас живую увидеть попробовать самостоятельно насколько удобно просто и быстро производится шивка изображений с нескольких проекторов вот то есть самое главное сделать обеспечить перекрытие проекции с каждого из проектора как правило мы рекомендуем ограничиваться таким параметром как 10 процентов от изображения экрана очень удобно сделано не нужно высчитывать эти 10 процентов попиксельно достаточно выставить лишь тестовый шаблон такую сеточку которая поделена на квадратики один квадратик как раз таки соответствует 10 процентов соответственно совместили оптически примерное перекрытие дальше запустили либо софт либо вывели маячки и по маячкам довели что называется шивку дома хотел спросить как вы думаете можно ли сшивать проектор и нэк по вертикали то есть то что шивка изображения по горизонтали это довольно просто вот можно ли шить по вертикали каким образом это сделать по вашему случаю вы считаете что да здорово если затрудняйтесь ответить то затрудняйтесь тогда я расскажу что же на самом деле происходит не часто но бывает иногда такая задача конечно когда говорят нужно сделать засветку на колонну при этом шить несколько проекторов что выбрать подойдет ли для этого нэк вот многие задаются вопросом вот видимо люди сомневаются может быть и нет завершён да нужно и вот некоторые затрудняются ответить наверное действительно не всегда очевидно можно ли проект расшить по вертикали если они допустим спецификации указано что есть шивка edge blending функция и это означает лишь что проект расшивается по горизонтали если нужна ошибка вертикально есть два варианта шить по горизонтали и если проектор допускают установку в вертикальном портретном режиме а проектор нэк кстати допускают такую установку то можно установить их вертикально сделать горизонтальную шивку в общем то все как обычно это один вариант решений но есть другой вариант решений когда нет возможности там установить проект вертикально или это не требуется в силу тех или задач на самом деле функция edge blending позволяет обрабатывать корректировать компенсировать перекрытие изображения только справа слева но и сверху снизу то есть по всему периметру экрана соответственно можно действительно да с помощью той же самой функции edge blending просто выбрать сшивку верхней и нижней границы проецируемое изображение также вывести тестовые маячки свести оптические несколько проекторов и произвести шивку в общем то проблем нет исходя из таких возможностей можно даже организовать скажем так имитацию видео стены либо показывать контент более высокого разрешения с нескольких проекторов обеспечив вот такую вот шивку из четырех проекторов формате видео стены при этом кстати хочу заметить что проектор и нек серии по на входе имеют интерфейс дисплей порт с поддержкой 4k сигналов и есть также выходной интерфейс hd mind под которому тоже можно передавать 4k сигнал соответственно если мы завели на один проектор 4k по цепочке передали на все другие проекторы установили их таким образом что они проецируют сшитые изображения более высокого разрешения тот самый сигнал 4k можно смело подавать на эти проекторы они уже сами между собой договариваться какую часть сигнала нет прожает и мы получаем с помощью четырех проекторов 4k изображения если есть необходимость получить истинное там родное 4k либо приближенной 4k то наверное такое бюджетное решение более чем оправдана поскольку проекторы у которых установлен 4k чип они несоизмеримо дороже стоят вот таким образом получаем сшитую картинку если заглянуть чуть дальше то помимо шивки проекторов четырех проекторов серии папы x в одно единое изображение высокого разрешения можно тут же вспомнить про функцию картинка в картинке и подать на некоторые проекторы вторые сигналы также вывести их на общий экран при этом получаем такую имитацию видео стены ситуационном центре да можно наверное сделать круг света спасибо за комментарий вот то что касается функции edge blending на самом деле сейчас во всех проекторах компании нэг начиная с институционной серии по эта функция уже шита в базе как я сказал в ближайшее время час на следующей неделе покажем как это работает я не знаю будет ли как это запись вестись чтобы это потом где-то выложить ну это вопрос проработаем потом наверно в открытом доступе постараемся наверное сделать для тех кто не сможет присоединиться к мероприятию чтобы люди хотя бы понимали как это действительно работает видели это своими глазами и понимали насколько это легко просто интуитивно понятно ничего сложного нет если раньше казалось что шивка изображения это нечто какое-то таинство магия и нужен специальный человек обученные для проведения шивки то сейчас в проекторах это настолько просто удобно делается что никакого софта даже дополнительно вот то что касается бьет решение которое в общем то почему то ни на что отклика в нашем опросе считается что это направление наверное не перспективная но постараюсь развеять ваши сомнения в пользе и перспективности подобных решений поскольку сейчас буквально в этом месяце мы вывели на рынок решение которое называется multipresenter это беспроводное устройство для подключения к проекторам к дисплеем по интерфейсу hdmi для как раз таки передачи информации по беспроводной связи по вай фай связи при этом решение она двухзадачная скажем так одна из задач это передача контента причем контент можно передавать не с одного устройства с несколько одновременно можно подключить зависимости от настройка устройства до 50 мобильных устройств внешних устройств по беспроводной связи к этому устройству к мультипризентеру а при этом 16 из подключенных устройств можно одновременно вывести на экран вот и вторая задача который решает это устройство это так называемая функция в шеринг когда любую устройство подключены к мультипризентеру по без установки какого-либо софта по ip адресу получает доступ и может на своем мобильном устройстве видеть тот же самый контент который передается на экран либо на проектор при этом контент можно комментировать оставлять заметки как бы сохранять лак на своим локальном устройстве если есть необходимость также можно обмениваться файлами между подключенными устройствами что в общем то ну уникально для рынка и удобно в целом то есть для проведения каких-то мобильных презентаций где есть необходимость показать контент с нескольких устройств чтобы постоянно не переключать не переподключать никакими там я не знаю там проводами кнопками и прочим-прочим то есть достаточно просто по безработной связи подключиться к этому устройству она абсолютно удобная компактная не нужно ничего дополнительно носить вместе с ним да там никаких там не базовых станций ничего то есть включили устройство к локальному средству отображения и просто передали контент вот по которой требуется для работы для передачи контента она бесплатная скачивается с appstore либо с яндекс маркета также если мы подключаем по беспроводной связи macbook либо устройство на windows то есть лэптоп там не знаю какой-то мобильный планшет можно приложение само скачать непосредственно памяти устройства то есть не нужно никуда лезть то есть для макбуков и для windows устройств приложение запускается удаленно дистанционно без каких-либо установок если есть задача установить приложение его также можно скачать установить непосредственно самого устройства для тех заказчиков и корпорации у которых существует какие-то закрытые сети которые не хотят устанавливать какой-то дополнительный софт на свои компьютеры это решение как нельзя кстати она довольно удобно и никоим образом разрушит политику безопасности тех и либо иных корпоративных стандартов сколько стоит устройство мультипрезентер стик смотрите розничная цена будет порядка наверное 600 долларов а вот но мы еще над этим что называется поработаем пока на данный момент можно говорить что это будет 600 долларов пока вот только вводим на рынок естественно изучим более детально конъюнктуру рынка изучим конкурентов все-таки и посмотрим вообще на рынок как он отвлекается я не исключаю что мы снизили ценник для того чтобы устройство было доступно более широкому кругу заказчиков по крайней мере она обладает одним уникальным свойством а именно подключи работы с несколькими устройствами одновременно то есть 50 подключенных устройств 16 одновременный вывод на экран а вариантов подключения как я сказал несколько устройства можно сделать точкой доступа автономный то есть книги к не будет подключаться мобильное устройство прямо непосредственно прямую можно выбрать режим подключения smart connect connection когда допускается подключение только лишь одного устройства это самый простой вариант что называется для неопытных пользователей установили устройство подключили включили его запустили приложение вели четырехзначный защитный код и прямо с этого момента начинается трансляция контента есть возможность вывода до 16 экранов причем это ниже там не вариант один экран либо 16 в меню устройства есть всегда выбор один экран два экрана четыре экрана конфигурации 2 на 2 9 экранов конфигурации 3 на 3 12 экранов когда один вводится 13 экранов вернее когда 12 выводится в малом масштабе и одно один источник вводится в более крупном и 16 экранов все зависит от настроек подключения от конфигурации на smart connection ни о каком количестве более чем одного экрана одновременного вывода не идет речи вот ну как и скажу мультиплатформенная система приложения для всех устройств как нельзя лучше подходит для решений в концепции bring your own device как я сказал уже не требует никаких установки приложения в случае если необходимо лишь следить за контентом либо передавать контент с устройств на маке на виндовсе screen mirroring для устройств на андроиде к сожалению ios и компания apple технологии screen mirroring поддерживает у них есть своя господи как называется что-то там air вот которые в общем-то пока еще как скажем так стандартным для mac устройств и и плоских устройств устройства устройства работают только друг с другом соответственно с apple tv передача скрининга работает со всеми внешними устройствами с нашим мультистиком не работает то есть возможно передача с орех устройств только лишь при установке приложения и передача файлов запуск локальных файлов картинок можно камеру включать и можно загружать веб-страницы к сожалению мир и ринга с айосов не пойдет но я пульте вида 1 apple как бы только со своими устройствами работает в полноценном режиме у них и насколько я знаю и носи чипы честно говоря не совсем они все а только лишь для определенных таких своих задач так и файл шерен то есть то о чем я сказал то есть можно обмениваться файлами между подключенными устройствами поскольку можно загружать файлы непосредственно на устройство мультипрезентера и тогда все подключенные устройства будут иметь доступ вот еще одни варианты структ работы эта точка доступа инфраструктуру то есть помимо автономной работы этот stick можно настроить таким образом что он будет подключен к беспроводной корпоративной сети там есть возможность защиты включения пароля есть возможность настройки этого устройства полностью защищенным то есть есть два уровня защиты пароль администрации и пароль модератора то есть модератор может управлять раскладкой и выводом контента и выводом на экран подключенных устройств но не может никак изменять сами настройки устройств администратор естественно понятно что может делать устройство все что угодно как угодно настраивать интерфейс для персональных компьютеров и для мобильных устройств интуитивно понятен русифицирован приложение поддерживать несколько языков соответственно русский язык тоже в числе в их числе можно выбрать для тех пользователей кто в общем-то говоря по-английски и все понимает хотя по иконкам по картинкам настолько все понятно и просто что просто сложно запутаться либо как-то ошибиться на самом деле это устройство мульти презентер стик который мы вывели буквально вот пару недель назад по функционалу она не уникальна в проекторах серии м 3 серии третьего поколения в проекторах серии по второму поколения весь тот функционал по передаче контента с мобильных устройств выводов на экран вшит непосредственно в проектор все что нужно для работы это проектор либо включить в локальную сеть по проводной связи то есть полон разъему а либо подключить к проектором этих серий беспроводной модуль вот и тогда таким образом проектор и нэк весь этот функционал уже имеют в базе автоматически то есть если вдруг закладывать или заложили уже или где-то поставили в проект проекторы указанных на слайде серий то помните что у вас это функционал о котором я рассказывал сейчас он уже есть непосредственно в проекторах просто лишь надо начать научиться использовать приложение и мышек трасс утилити light она же мульти презентер бесплатная скачивается либо с нашего сайта с нашего ресурса устанавливайте пользуйтесь список актуальных моделей на данный момент которые поддерживают эту технологию одновременного подключения 50 устройств вывода 16 устройств вот на слайде соответственно все последующие модели естественно по умолчанию априори будут иметь точно такой же функционал то есть проводной беспроводной вывод устройств нескольких что касается того где же все таки скачивать вот к сожалению обнаружил что немногие знают о таком ресурсе nachter display точка ком где можно совершенно бесплатно скачать и прошивки для устройств нек и программное обеспечение и самую последнюю документацию чертежи и все такое прочее то есть в помощь инженерам инсталлятором интегратором разработчикам советую записать сохранить такой ресурс явно понадобится вот ну и что еще хотел сказать у нас на сайте есть довольно полезный ресурс это подбор объективов под проектор и выбор проектора под определенные экраны под определенные расстояния на первый взгляд может быть инструмент не очевидны но поверьте он действительно удобно дает полное представление о том какой вам проектор нужен в той или иной задачи вот так же пожалуйста заходите на сайт пользуйтесь вот и как я сказал в начале нашего вебинара на сайте у нас есть раздел solution плюс на котором я всем рекомендую зарегистрироваться вы будете получать несколько больше информации попадете в наши рассылки информационные и будут будете получать всю первичную информацию от компании на которую возможно вы не получали ранее вот ну наверное для сегодняшнего вебинара достаточно спасибо вам большое то что уделили свое время мне на компании нек соответственно какие то вопросы которые еще остались либо которые появятся в ближайшей перспективе пожалуйста отправляйте мне по электронной почте либо отправляйте оператору вебинаров компания в клуб я думаю ребята мне передадут эти вопросы и я на них конечно каждому постараюсь ответить вот отвечая евгению все же если проекторы с помощью которых подключаясь к проекторам не используют дополнительные по ну я виду наверное вопрос касательно подключения по локальной сети да и пола на вообще по витой паре есть такие решения аж не пасти называется проектор то есть где не нужно пола где непосредственно с источников с hdb ст по витой паре можно передавать контент все остальное все-таки требует программного обеспечения поскольку пока еще не разработана какой-то стандарт передачи видео по витой паре прямо вот непосредственно напрямую да то есть без кодирования пережать и без использования программных средств понятно если есть задача передать по витой паре но нужно отвязаться от разных программ то тогда все-таки выбирайте проектор с интерфейсом hdb ст и по витой паре пожалуйста без проблем александр спрашивает в режиме пип можно ли в обоих окнах показывать видео конечно можно дмитрий борис спрашивал что не лазерная сетка инфракрасная скорее всего сетка нет там все-таки лазерная сетка не инфракрасная насколько я знаю конечно уточню по спецификации но до недавнего времени была лазерная все коллеги извиняюсь мне нужно бежать было приятно провести этот вебинар и до новых встреч на те вопросы которые не успел я ответить и обязательно отвечу как только модератором не их перешлют по почте спасибо